Привет всем зрителям, с вами Стич. Перед просмотром не забудь поставить лайк, это займет пару секунд. Давайте наберем 300 лайков и выйдет еще одна интересная серия. В интернете десятки теорий по тайне горы Челиад, какие-то более правдивые, какие-то менее. Каждая теория имеет свои аргументы и факты. Сегодня я бы хотел затронуть не менее интересную тему, это флаг Лос-Сантоса, а именно то, что на нем изображено. Центральным элементом является французский щит, поделенный на 4 части. В первой части изображен бобр, это символ сам Андреаса, именно о нем мы сегодня и поговорим, но об этом позже. А также видим два скрещенных молота, это символ золотой лихорадки, охвативший штат в 19 веке. Во второй части интерпретация флага США, состоящая из семи чередующихся полос и одной звезды. В третьей части мы видим сову, сидящую на ветку и держащую клювом добычу, в виде мыши. И в четвертой шагающий ети, это мифический обитатель лесов. Сверху расположен крест культа Эпсилона. Возвращаясь к бобру, мне непонятно, почему разработчики не добавили его в игру, ведь ему в игре уделено очень много внимания. С первого взгляда это незаметно, но если начать копаться поглубже, то появляются очень интересные факты и теории. В общем, начинаем. Первым делом отправляемся в Лага Зангуда, к югу от реки, есть информационный знак на обочине дороги. Весьма любопытный, из него мы узнаем много интересного. Во-первых, из обитающих животных перечислены олени, койоты, медведи, бобры и рыси. Причем медведя, рыси и бобров в самой игре нет. В центре сверху написано. Подаренный штатусом Андре в 1941 году, Лага Зангуда был когда-то дамбой, которой пользовались местные жители для торговли. С момента примыкания к штату, Лага Зангуда вернулась к своему настоящему дикому статусу. Местная дикая природа радует тысячи посетителей каждый год. Пожалуйста, наслаждайтесь и уважайте дикую природу, и обращайтесь с окружающей средой с осторожностью. Значит, лето, что Рактар поначалу планировали добавить в GTA 5 животных из Red Dead Redemption. Это рыси, медведи и бобров. В надписи сказано, что Лага Зангуда был когда-то дамбой, значит здесь должны быть бобры. Почему я затронул тему бобров это чуточку позже? Логично предположить, что бобры должны быть у дамбы, поэтому отправляемся туда. В прошлых видео, во время разгадки загадочной карты в доме Лестера, на одной из троек я нашел упаковки цемента с изображением бобра и четырех звезд. Сейчас начинается самое главное. В комментариях выдвинули теорию, а что если эти звезды это рисунок с горы Чилиад? Ну смотри, верхняя большая звезда это солнце в виде глаза, и три звезды снизу, это НЛО и ЦОИ джетпак. Такое возможно? Я думаю, что вполне. Нужно только правильно найти зацепки. Начинаем исследовать дамбу. В принципе, ничего необычного. Кстати, я исследовал все речки, и никаких зацепок ведущих бобра я не нашел. Здесь мы опять находим упаковку цемента с изображением бобра и четырех звезд. Дальше я нахожу лишь один ящик с изображением то ли горы, то ли еще от чего-то. Пиши в комментариях, что это. На крыше здания через снайперский прицел в окне виден ящик, на котором напечатан компонент и набор букв с цифрами. Кстати, туда никак не попасть, так что проверить, что это, я не смог. Если нет зацепок на дамбе, кроме как упаковок с цементом, то вполне возможно, что под плотиной понимается стройка в городе Лос-Антос. Поэтому мы отправляемся туда. На этой стройке мы уже были не один раз, и находили эти упаковки с цемента с изображением бобра и со звездами. Здесь, кстати, три таких места с этим цементом. Отправляемся на следующую стройку, самую крупную из всех. Здесь я облазил все, залетал на вертолете на самый верх. Таких упаковок здесь нет, совпадения? Даже не знаю, скорее всего, что да. В общем, ничего не найдя, отправляюсь на еще одну стройку, третью по счету. И там нахожу еще упаковки с цементом, в достаточно большом количестве. И тут мне приходит мысль, а что если отправиться на цементный завод, который находится в пустыне Сэнди Шорс. Я отправляюсь туда. Передо мной вывеска самой компании. Компания, кстати, была основана в 1952 году. Я обошел весь завод, но ничего особенного я не нашел. Есть небольшие граффити, но они никакого смыслового значения не несут. Ни одной упаковки цемента. Только нашел ящик с изображением скелета рыбы и даты 31 августа 2009 года. Это, кстати, является ссылкой GTA Chinatown Wars. Именно 31 августа 2009 года Rockstar объявили о том, что игра выйдет на айфоне. Вообще, в GTA 5 просто сотни пасхалок. Ты приезжаешь в любое место и находишь массу всего интересного. Рядом, кстати, находится зона, где добывают нефть. Это совсем рядышком с цементным заводом. В одном из контейнеров я нахожу еще одну упаковку цемента с изображением бобра. Если связь с горой Чилиад и этими звездами, сказать трудно. Но отбрасывать эту теорию не стоит. Вполне возможно, что это сможет привести нас к разгадке тайной горы Чилиад. Дальше у нас Бивер и Буш Рейнджер Стэйшн. Опять отсылка к Бобру. Если вкратце, то это станция под управлением департамента парков и мест отдыха. Здесь можно встретить рейнджера патрулирующего парк. Все рейнджеры выражены пистолетами и дубинками. И есть машина, собственно, самих рейнджеров. Больше ничего интересного я здесь не нашел. Ну и напоследок отправляемся в Людендорф. Собственно, самое начало игры. Попасть туда можно запустив миссию «Зарыть топор войны». Есть опять изображение бобра с надписью. Добро пожаловать в Людендорф. Дом самого большого бобра на Среднем Западе. Ну и последнее. Собственно, самый большой бобер в GTA V. К сожалению, не живой. В лапах у него точно такая же вывеска. Вообще, мало что известно о Людендорфе. Город был основан в 1945 году. Его население 918 человек. Раньше сюда можно было попасть с помощью глича и все обследовать самому. Но теперь все пофиксили с патчем. Поэтому, если вы хотите сюда попасть, вам придется запустить миссию «Зарыть топор войны». На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оставляйте свои идеи и предложения в комментариях. И не забывайте ставить лайки. 300 лайков и будет новая серия. Также, вступив в группу ВКонтакте, не забудь подписаться на канал. Ссылки вы найдете в описании. Ну а с вами был, как всегда, Stitch. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!